Зачем в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности? Кому запретят пользоваться бесплатной медициной? И допустят ли белорусских спортсменов к Олимпиаде Париж-2024? Об этом не только. В ближайшие несколько минут. В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности. Как сообщили в Министерстве обороны, такое распоряжение дал Лукашенко. Мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам предстоит выдвинуться в назначенные районы, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Отмечается, что из-за перемещения военной техники на некоторых дорогах страны будет ограничено движение гражданского транспорта. Если верить сообщению Минобороны, то стоит сразу оговориться, что вряд ли речь идет о наступлении на Украину, потому что принципиальный момент здесь это переправы через Неман и Березину. Эти реки находятся слишком далеко от украинской границы, поэтому вряд ли оттуда можно организовать наступление. Неман протекает в северо-западной части страны и далее уходит в Литву. Березина целиком находится на территории Белоруссии, а ближайшая точка этой реки к Украине. Это устье, которая находится в деревне Береговая Слобода, откуда до границы еще минимум 80 километров. Несмотря на это, в нынешних обстоятельствах такие передвижения белорусских военных не могут вызывать обоснованного беспокойства. Белорусским медикам начали приходить повестки. Информацией об этом поделились анонимные источники ряда независимых СМИ. Под призыв попадают даже женщины, как врачи, так и медсестры. Сроки сборов от 10 дней. Военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к воинской части. По словам представительницы Фонда медицинской солидарности Лидии Тарасенко, повестки приходят во всех городах и селах, начиная от крупных поликлиник и заканчивая самыми маленькими районными больницами. Медикам раздают мобилизационные предписания. Их получение накладывает определенные обязательства. Эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии. Минздрав хочет ограничить бесплатное лечение для тунеядцев и граждан Беларуси, живущих за границей. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова. По ее словам, экстренная помощь остается бесплатной, но вопрос по безработным и уехавшим уже прорабатывается. Причем платить придется не только за некоторые услуги, но и даже за плановые операции. По словам чиновницы, это логично, потому что государство и так тратит на здравоохранение 4,5% ВВП. Поэтому, если человек не платит в стране налогов, то и лечиться бесплатно ему не положено. Напомним, право на бюджетное здравоохранение для всех граждан было закреплено в Конституции. Однако в этом году на референдуме в основной закон страны были внесены поправки, согласно которым бесплатно теперь можно лечиться только в порядке, установленным законом. То есть теперь именно режим будет решать, кому лечиться бесплатно, а кому нет. Олимпийский комитет США выступил за то, чтобы пригласить на игры 2024 года в Париже российских и белорусских спортсменов. Но при одном условии. Если они не будут использовать национальные флаги и цвета, а также петь гимны своих стран. Глава американского НОК Сюзанна Лайнс отметила, что требования нейтральности Международного олимпийского комитета для Парижа 2024 должны быть строже, чем на зимних играх в Пекине. Тогда в отношении России были введены санкции за допинговую схему, но спортсмены выступали в своих национальных цветах и соревновались под именем Олимпийский комитет России. При этом Лайнс заявила, что такое неоднозначное решение все же будет важным для спортивного движения. США же продолжает поддерживать украинский народ и украинских атлетов. На прошлой неделе председатель МОК Томас Бак заявил, что хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность принять участие в играх Парижа, даже если российская война в Украине продолжится. Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик привез в Польшу свою тюремную форму, чтобы показать ее миру. Мужчина был задержан после событий 2020 и осужден на два года химии по обвинению в том, что он якобы из хулиганских побуждений разбросал саморезы на дороге возле здания погранкомитета. Сначала Пархимчик отбывал наказание в колхозе в Каменецком районе, где работал животноводом. После мужчину перевели в Шкловскую колонию, где умер Витольд Ашурок. Там он долгое время провел в ШИЗО, его лишили передач, посылок и свиданий. Отбыв полностью свой срок, бывший политзаключенный с семьей уехал в Польшу, где посылкой получил свою зэковскую форму. Вместе с ней Виктору удалось вынести и желтую бирку, которыми политзаключенных обозначают в колонии. По словам мужчины, в местах лишения свободы у убийцы-насильников больше прав, чем у политзаключенных. Поэтому мир должен это увидеть, объяснил Пархимчик. На Минском тракторном заводе сожгли более 500 килограммов героина. Крупнейшая партия за всю историю Беларуси была изъята в 2019 году, когда ее перевозили из Ирана транзитом через Россию, Беларусь и Евросоюз под видом фруктов. Героин перехватили на складе в Минске, где он был спрятан в тайнике в стене бытовки. Его стоимость оценена в более чем 50 миллионов евро. В результате были задержаны трое мужчин и одна женщина. Расследование завершили в марте 2021 года, а наркотик было решено уничтожить. Кадры сожжения героина на своем сайте опубликовал Следственный комитет. И в конце выпуска напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь. Ведь уже несколько дней там проходит подготовка к Новому году. Каждый день мы будем делиться с вами полезной информацией, как подготовиться к праздникам и где купить оригинальные подарки своим родным и близким. В соцсетях вы также сможете узнать подробности о предстоящем новогоднем эфире на Маланке и как можно принять участие в нем. Так что не пропустите. Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!